здравствуйте мальчики и девочки студенты и студентки ну что пришло время говорить об одной самой на мой взгляд известной величине которую физики все время используют ну я пока вам не расскажу что я имею ввиду с вами сначала посмотрим кое-что бычок никому не мешает вот я его держу за хвостик а теперь отпускаю идет бычок качается вздыхает на ходу ой досочка кончается сейчас я упаду и падает бычок и у нас возникает несколько вопросов ну во первых а по какой такой причине бычок который стоит никому не мешает вдруг пошел ну вот пошел понятно если я его сейчас вот так вот вид вы говорите да ты двигаешь его сейчас кто вот почему вдруг этот бычок начинает двигаться или еще вот смотрите я вам еще кое-что покажу вот такая штукенца у меня имеется вот такой вот веселый человечек вот смайлик такой вот держу правильно держу то есть его скорость можно сказать равна нулю а теперь отпускаю кувырк 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 ой досочка кончается сейчас я упаду и падает вопрос почему что же происходит мячик возьмет мячик не движется скорость говорят физики равна нулю не движется а теперь внимание вопрос а почему сейчас этот самый шарик начнет двигаться а вот почему потому что моя рука стал двигаться почему стал двигаться почему и вот сейчас я могу со стопроцентной уверенностью сказать да потому что я подействовал говорят физики этот мячик силой и стал двигаться а когда мы приходим очень простому выводу сила это есть не что иное как причина изменения скорости сейчас скорость нулю равна а теперь она не равна нулю потому что мы видим что этот мячик начинает менять свое местоположение значит у него есть скорость но я сказал не просто скорость я сказал изменение скорости может же быть такое что тело движется вот сейчас мы на это самое дело и посмотрим тело движется вот сейчас мы возьмем тело и вот смотрим внимательно тело движется раз оп 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 стало изменять свою скорость и движется а скорость увеличилась а почему то будет все видели почему потому что это подействовал силы и так что же такое сила сила это причина изменения скорости а вот изменение скорости называют ускорение поэтому лучше всего запомнить сила это причина ускорения причина ускорения то есть если вдруг тело начинает ускоряться значит на него подействовала сила а теперь давайте с вами посмотрим что же будет происходить если сейчас мы возьмем две тележки вот эти две тележки поедут навстречу друг другу раз два три опа ой я чуть не понял подождите секундочку секундочку вот они едут навстречу друг другу и теперь разъехались так так вот почему вот это вот тележка которая двигалась в том направлении вдруг стала ехать в том направлении так 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 о я понял да потому что вот эта тележка подействовала на нее силы теперь смотрите внимательно ну и эта тележка изменила свое направление значит изменила свою скорость тоже о изменила свою скорость значит и эта тележка на нее подействовала силой правильно если мы с вами говорим о силе мы должны всегда помнить что всегда происходит взаимодействие между как минимум двумя телами вот возьмем опа и давайте сейчас будем спорить ну а какая рука подействовала на какую левая на правую или правая на левую вот вот правая рука ой левая рука спорить можно до бесконечности ответ-то один был взаимодействие то есть кто-то может сказать левая подействовала на правую а кто-то может сказать правая подействовала на левую левая на правую правая на левую а кто прав оба права То есть, когда мы говорим о силе, мы всегда можем найти причину этой силы. И вот сейчас давайте с вами вернемся к нашему бычку. Вот, бычок идет. А почему? А кто на него действует? А какая такая сила? И с вами на этот вопрос можно ответить. Смотри, беру мяч. Скорость равна нулю. Хм, я сейчас могу задать очень такой серьезный вопрос. А скажите, ребятки, а что же произойдет, если я сейчас этот мячик отпущу? А? Ну да-да-да. Что же такое произойдет? Ну, естественно, все говорят, нет. Если ты его отпустишь, вверх он никак не полетит. Он начнет падать. И все сразу же отвечают. И правильно отвечают. Да, потому что на этот мячик подействовала сила тяжести. То есть происходит взаимодействие между чем? Между этим шариком и нашей землей-матушкой. То есть земля притягивает к себе этот шарик. А кто-то может сказать, не шарик, а мячик. А кто-то может сказать, а почему только земля притягивает этот мячик? Мячик тоже притягивает землю. И он тоже будет прав. Происходит взаимодействие. Взаимодействие. А взаимодействие это всегда, как минимум, два тела, которые в этом взаимодействии должны участвовать. И бычевок начинает идти сам в данной ситуации. Почему? Да потому что на него тоже будет действовать сила тяжести. Потом вы узнаете, что еще кое-какие силы имеются. Но мы пока будем говорить только об этом. Итак, к какому выводу мы пришли? Что сила является причиной изменения скорости. Ну вот сейчас, вот у меня имеется пружинка. 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 Так вот пружинка. Красивенькая такая. И вдруг мы видим, что это пружинка. Ага. Что-то произошло. Была вот такая, теперь вот такая. Видите? Почему? Опять вы можете ответить. Да потому что ты с ней что-то сделал. Я с ней. То есть я и пружинка. Я меняю ее форму. Значит, я на нее подействовал силой. Поэтому мы можем прийти и ко второму выводу. Что сила есть не что иное, как причина изменения формы. Вот сейчас мячик. А теперь я уберу вот так вот и начинаю менять форму. А почему форма меняется? Да потому что я на нее действую с силой. Итак, дорогие мальчики и девочки. Приходим к первому выводу. Вернее, не приходим. Мы уже к нему пришли. Итак, первый вывод. Сила. Причина. Причина. Ускорение. И второй вывод. Сила. Причина. Изменения. Изменения. Формы. Все. Все. И вот всякие выражения. которые имеют отношение к силе. Ну, типа того, что сила есть, ума не надо. Вот. Знание. Сила. Ну, можно как-то об этом по философски. Но в той силе, о которой мы или не речь, вот это вот все, имеет совершенно косвенное отношение. И я больше всего не хотелось бы вам сказать. Ну вот, рассказал вам вводную, так сказать, тему по поводу того, что такое сила. Ну, в следующем фильме мы начнем более подробно об этом говорить. пока, но я хотелось бы вам сказать, вы учите физику. на самом крутом канале, который называется физика. Это просто канал, на котором достаточно сложные вопросы вдруг становятся простыми, доступными и понятными. Поэтому, если вы еще не записаны на мой канал, сделайте доброе дело, запишитесь, буду вам признателен и благодарен. Ну вот, все, всем доброго, до свидания и до новых встреч. Сила есть, ума не надо. Сила есть, ума не надо. Надо, надо, надо. до новых встреч. Сила есть, ума не надо. Редактор субтитров — Корректор —